То, что за или против 2-0. Я за то, чтобы здесь было 2-0 с борьбой, а потом у нас было полноценное, хорошее было три Фнатик против Immortals. Потому что Фнатик против Immortals было бы вообще праздником жизни. Муза явно не готова особо сегодня играть. Да, вот это видно. И ты знаешь, как бы я не любил Сергея Бижанова, Ломобота, это, конечно, его подопечные сегодня максимально плохо играют. По крайней мере, на Д-трене. Может, на Мираже изменится ситуация? Крис Джей, отлично, здесь флешки, все слепые, но Крис Джей никак не может заиметь. Фнатик начинает выходить, Крис Джей, отлично, работа с USP, он забирает Лекро, Санни на халпе. Делает также минус, но Джи Ви забрал уже Крис Джей. 4 в 3 ситуация, все еще не поставлена Боба, Оскар уже заходит в спину, забирает Кримза и Санни. Ее также минус под Джи Ви, голд, он забирает Робса. И этот раунд был максимально динамичным за две карты. Да, это вообще лучший раунд, друзья. Возможно, лучшее за последние несколько часов. Ну, а мы отправляемся на второй раунд. Фнатик будет творить какой-то бай. Нормальный, потому что бомбу они не ставили. И сейчас будут ТЗшки у нас. Трех игроков, два дизерта игла от Лекра и Голдена. И это все с арморами. Соответственно, сейва каких-либо денег на АВП или еще что-то такое не предвидится. ТЗшки, соответственно, отправляются постепенно на верхний мидл. Я так понимаю, Фнатик играет классический совершенно дефолт. Два игрока на миде. Один игрок, соответственно, просматривает возможные пуши со стороны Пеплента. И еще два просматривают ямку и Пэлос. Соответственно, Моу Спортс делают тоже очень-очень спокойную игру. Они не хотят никуда пушить. Они не хотят занимать какие-либо территории. Они просто играют от классической информации, совершенно которую они собирают и по миду, и по ямке, и по Пэлосу. Саня отвечает за шорт. Они вместе с Крис Джеем держат Беплент. Саня отходит на более глубокие позиции. Здесь Моуза полностью отдали мидл под контроле своим оппонентам. Ну и там только один игрок команды Моу Спортс. Кримс пытается выйти с Пэлоса. Он уже получил довольно много демеджа. Стика откидывает Молик. Кримс, собственно, и не собирался даже туда выходить после того, как больше половины хп у него съели. Ну и теперь уже Моуза под Беплентом с бомбой. Выход на Крис Джея. Он принимает Пэлос, справляется с первым. Дальше живет, не стреляется. Все-таки выходит на Лекро, ставит второй хэдшот. Отличная работа. Также есть Сани, очень близко. И здесь команда Моу Спортс должна закрывать Фнатик без шансов. Флюша будет сидеть, наверное, до Талова на машине, но это вряд ли ему поможет. Здесь, конечно, Моуза должны допустить максимально ошибку для того, чтобы проиграть этот раунд. Вот Сани приходит в порядок, наводит. Это 2-0 для Моуз Спортс. Что-то как-то совсем все просто для Моузов. И мы видим то, что они теряют минимальное количество девайсов и денег, соответственно. И в следующем раунде они будут производить антиэкономические. И, соответственно, смогут зафармить еще себе больше денег в копилочку. Что очень, конечно, важно для АКТ-сайда, на котором довольно сложно выстраивать экономику. Фнатик. Глаки в их руках. Давайте понаблюдаем. Может быть, они все-таки смогут поставить хоть какую-то бомбу, заработать для себя денег на следующий раунд. Потому что там экономика будет не самая лучшая. Неплохо было бы увидеть какие-то дополнительные вливания для того, чтобы заработать себе на снайперскую ментовку. И на адекватное количество раскидочек. С Маким от Оскара самому себя на Windows. Робс тем временем вместе со стиком врывается на middle и просто крошат налево-направо. Фнатик просто валится, ничего не делает. И нет ни одного фрага от них. Соответственно, с этим они не усугубляют экономическую ситуацию Mousesports. 3-0. И вот теперь уже первый девайсный раунд на ваших экранах. Это, скорее всего, должно быть интересно. Я очень сильно надеюсь на то, что мы увидим какие-то интересные движения от Фнатик. Потому что в атаке вчера они были упомрачительно слабыми и неинтересными. Да, там действительно вот Стика очень круто здесь пострелял с MP9. Там больше просто норс игрались в кушке-мышке со своим оппонентом. Нежели Фнатик действительно показывали хорошую атаку. И местами Фнатик играли максимально плохо. Стика слепой в underpass. А там Сани просто подстраховал. И Сани забирает второго. Отличное начало для команды Mousesports. Поджимая underpass делают два минуса. Также Крис Джей забирает флюшку. И команда Фнатик трещит по швам на всех фронтах. Ну, Лек, хороший фрак сделал сейчас. Сейчас восьмок. В домашнем Сани. Жилого хпшного. Но Фнатик все еще сохраняется. Шансы на самом деле два калаша. Это достаточно хорошие девайсы в руках у очень скилловых игроков. И шведы могут как минимум поставить бомбу. Я верю в это. Особенно если они пойдут в сторону Бэплэнда. На котором в опорных позициях нет вообще ни одного человека. Стик у нас находится на шарте. Но сейчас он уже постепенно передвигается в сторону андерпасса. Оу, Кримзуля встретился и получил достаточно много дэмэджа. 16 хп у него остается после встречи с MP9. Стика с таких дистанциях может ставить хэдшот из такого девайса. Достаточно своеобразная штука. Ну, ты видел, он как антиэкономический раунд играл. Он поджимая с коннектора просто там невероятных два хэдшота дал. Понятно, там было эко, но тем не менее залетело на очень серьезной дистанции. Рапсан, Рапсевич, как же он жарит их просто с юмпаки со спины. Ну, должны разыграться маузиата, должны уже как-то исправить свои ошибки. Они максимально плохо сыграли карту Детрейн. Ну и теперь Мираж с новыми силами. Возможно, уже что-то поинтересное. Да просто Адерол зафигачили и все. Че-че? Адерол. А, Адерол, да, да, я слышал. Я даже как-то гуглил и даже искал возможность купить у нас. Серьезно? Его, да, есть, не пытался, искал просто. Продается ли мне было интересно. Просто PPD, например, ну, это игрок, бывший игрок Evil Geniuses. Он говорит о том, что процентов 60 киберспортсменов принимает Адерол сейчас. На современной сцене. Что это настоящие битч-сцены. Да? Да, да, да. В доте точно. Ну, как бы он и с кайсерами общается, и это так понятно. Я думаю, для КС, кстати, Адерол намного более интересная штука. Потому что реакция здесь важнее. Стика, стейка, минус лекра. Но вы, друзья, молодые наши зрители, ничего не употреблять не надо. Точнее, в любом случае, скилла этого вам не прибавят. Очень смелое заявление от PPD. В принципе, учитывая то, что он дотер, я бы так сильно серьезно не относился к... Подожди, он CEO компании Evil Geniuses вообще-то был. Ну и что? Дотер, понимаешь, дотер, это... А, он дотер, забудь, да, я понял. Я понял. Это в крови. То есть, если бы сказал это какой-нибудь дотер, ты бы сказал, да, ну не, ну дотер, точно знаю. О, плохого не посоветует. Это же Михаил Столяров. Я тебе объясняю просто. Дело в том, что это очень сильное заявление, в принципе, утверждать то, что 50% людей принимают Адерол, при этом совершенно не зная об этом. То есть, это голословное заявление. Ну и что? Ну и что? То есть, он общается не со всеми, правильно? И не со всеми кайсерами. Ну, с кайсерами, да. Просто нежели к европейцам и так далее. Мы знаем, что американцы вообще очень часто с допингами балуются. И особенно это касается реальных людей спорта. И насколько я знаю, Адерол там даже не так на реакцию действует, а как на какие-то умственно-аналитические способности, что человек, типа, бустится именно по, там, восприятию. Ну, вообще, это концентрация вопрос. Это же лекарство от СПС, насколько я знаю, от синдрома дефицита внимания, вот, и СВД, точнее. Да. И синдром дефицита внимания, он как раз-таки о том, что ты не можешь концентрироваться на одной вещи. Ну да. Адеролстый сам помогает улучшить концентрацию на одном конкретном вот моменте, да. То есть, ты не смотришь налево-направо, ты не чувствуешь все окружающее, ты вот можешь упереться в экран, и ты концентрируешься только на том, что происходит. Опять же, может быть, кто-то у нас из наших зрителей этим всем когда-либо, с этим всем когда-либо сталкивался, может быть, может прокомментировать. Но, опять же, вот, если у англоязычных спросить, я уверен, что много с этим сталкивались, потому что там среди молодежи это принято. Ну, то есть, не потому что они сами балуются, а потому что много выписывают. Может, Na'Vi плохо играет, потому что они едят Адеролл? Надо им посоветовать. Может, надо посоветовать Адеролл? Сходить на два этажа выше и сказать пацаны Адеролл-то при решении ваших проблем. Креже тем временем решает проблему уже у MoSports вовсю, он просто полностью перекрыл выходы с апартаментов, и что самое главное, он положил там бомбу на малом китчене. И вот на этот малый китчен Джесперу придется еще и взбираться, но взбираться он уже не будет, потому что у него нету ног. Кримс тоже, до свидания. Это 6-0, и это тотальная доминация MoSports. Что-то изи просто. Вообще, что-то изи. Это Фнатик в атаке, друзья. В Counter-Strike выйдет погулять, Илё? Ну, тут, конечно, все сделал Крис Джей. Крис Де Йонг, капитан, человек, который занял Small Kitchen, просто... Как? Как? Реально, вот этот вот... Вася, как? На всех языках одно и то же. Это на всех языках. Да как вообще? Как? Вот я постоянно на своих стримах, не понимаю, как это произошло. Не, ну ты-то просто без команды, все нормально. Я просто ноль, да. Сплитбэ пытались сделать Фнатик. Это говорит о том, что ребята в поисках. Я смотрел в перерыве, как сидели они в своем каком-то там руме, таком отдельном, где они отдыхали. И Джампи держал такую, ну не папочку, такую вот, как знаешь, вот как под бумажки подкладывается, вот такой, как это называется, я забыл, эта штука для бумаги. В общем, потому что дали тактики, так серьезно, все было видно, как Голден слушает. А Джи Ви с Флюшей сидели, чесали бороду и хихикали, короче. Ну было видно, знаешь, что он здесь. Ты, Вася, там базарь, но вы как бы знаете, оу-оу-оу-оу, залив от Оскара, там в общей сложности он нанес больше ста демеджа команде Фнатик. Ну и шведы решили пропушить коннектор и падает уже стик, максимально плохо он здесь сыграл, что-то в этом смоке, получил кучу демеджа, в итоге его убили. И Джи Ви уже в ледер-руме, а команда Фнатик может попробовать зацепиться за этот раунд. Джи Ви переступил через ведро, пошел дальше, выходит на джангл, чекает стейрс, а там в коннекторе играет Оскар, которому сейчас просто Джи Ви зайдет в спину. Прикончили еще и Сани, и вот тут момент именно для Оскара. Нужно вытаскивать всю ситуацию на коннекторе, отличный фраг от него. Дальше пошел аннигилирователь Лекра на этом джангле, что это такое от Оскара, он же не знал о месторасположении противника, однако позволил себе настолько открытые движения. Крис Жей, ДНО, дальше на дальней дистанции встречается с двумя игроками, шведцы и шведы. Убивает его без всяких особых проблем, заходит на пэплайн, поставили здесь бомбу, рупс остался один. Что ему нужно делать? Ему нужно брать руки в ноги и идти вперед. Ну и, соответственно, М-ку в руки желательно бы тоже, но вместо этого он выходит на свапе, погибает 6-1, друзья. Фнатики берут первый раунд, поздравляем их с этим, возможно, это начало конца для Моуспортс, кто его знает. Притом это был экономический раунд, то есть играли они максимально быстро, под смок, пушили, мидл. Кстати, здесь не было вот той комбинации, которую мы видели вчера, хотя, может быть, была, но никого не было в окне. Помнишь, они под смок на старт, выбегают в мидл, закидывают хаешки в окно? Да, да, было крутое. Но, по-моему, хаехи они не закупали просто, потому что у них не особо много денег было. Это же форспай. Да, ну и вот такой вот довольно серьезный экономический дэмэдж наносят шведы своим оппонентам. Ну, у тех, мы видим, в свою очередь, все нормально с экономикой. Оскар с АВП, Крис Джей, вторая снайперская винтовка. Роб с Саней и Стико играет с М4. Саней играет в окне. Довольно опасненько. Тут уже, слушай, в таких таймингах минуте 30. Фнатик уже находится под окном, под коннектором. Очень глубокий дефенс от команды Моу Спортс, при этом они втроем стоят на пленте. А сейчас Фнатик попытается занять коннектор. И здесь Крис Джей очень хорошая позиция с АВП. Отлично он может фокусить. Ну и Джей Ви. И Саня. Саня должен забирать его. Просто должен забирать. Саня не туда совсем смотрит. Санек, ну давай! Ушел, правильно все сделал. Очень храмотное решение. Саня, one source is true. I love you. I love you. Крис Джей. Вот тоже то, о чем я говорил. Минус в коннекторе по Голдену. Дальше команда Фнатик никуда не двигается. Лекро, опять же, выключен. Он не может тоже здесь ничего сделать особо. Нужно немножко огня сейчас от Фнатик. Нужно добавить как-то движение. Потому что 40 на секунду. И я так понимаю, что это выход на б-плент. Да. Бомба будет подобрана. Выход с апартаментов одновременно шарты. И Джеспер убивает еще и Саня. Это важнейший килл. Потому что он дает возможность выйти теперь в китчен. И что сейчас будет с Оскаром? Он и даже не знает, что к нему с трех сторон заходит. О, Крис Джей. Через Вазон. Почему Джеспер пошел вообще там стреляться? Он же мог просто зайти на Б. Он мог зайти в маркет. И учитывая то, что Флюша здесь с бомбой, просто это изи сплит выход на одного чела. Здесь, конечно, Джеспер допустил ошибку. Так не только Джеспер. Там же выход был еще одно время шарты. И представь себе, они в 1x1 выходили на этого Оскара. То есть Флюша на апартаментах. Еще один игрок на шарте. Еще один игрок мог бы быть в китчене в виде Джеспера. Но они просто взяли и в 1x1 выходили на Оскара. Оскар сделал один килл. Джеспер умер вообще от Криса Джейса в ВП. Флюша остался один. Сейчас Дарь реализовал свой фраг. Но дальше-то что он будет делать против трех? Посмотри, Мауза решили застакаться втроем на шарте. Выдвигаются вперед. У них есть флешки, у них есть хаяешка, у них есть еще и снайперская винтовка от Криса Де Йонга. И Флюшка. Давайте покажем. Клач момент. Первый пошел. Второй. Запуск ракеты. Нормально. И 1x1 они выходили. На самом деле было супер близко, потому что Мауза сами допустили. Сами допустили возможность отстрела 1x1 от Флюша. А ты знаешь, они покупали в этом раунде деньги, на все деньги покупали. Сейчас вот Стико с ВП, сейчас посмотришь, там нет денег у Маузов. Потому что, во-первых, ресет экономики, потому что они взяли раунд после того, как взяли Фнатик. И сейчас посмотришь на деньги. Там просто борода с деньгами. Я смотрю на деньги Криса Джейса, у него 7600. Сейчас посмотришь. Или это глюк. Смотри, смотри, смотри. Сейчас, может быть, нам повезет, и мы увидим деньги. Нет. Там закуп должен быть очень пограничный. Очень пограничный. Включи. 7400 Оскара. Все. Мало того, что у нас комментатор без команды, так он еще и экономику читать не умеет. В смысле? Ужас, ужас. Они взяли Эко, и когда закупались в прошлом раунде двумя Амиками и тремя Амиками, кучей гранат. Я просто так посмотрел по остаткам, что вроде нет денег. Остатки сладкие. Но вообще там момент именно в том, что Мауза просто очень много раундов выиграли, практически не отдавая девайсы. То есть там второй, третий раунд вообще ни одного килла Фнатик не сделали. Еще один раунд там тоже был очень легко. Но вспомни, там доминация тотальная была, Мауза не отдавали девайсы. Поэтому у них сейчас еще есть экономика на следующий раунд, если они сейчас проиграют. Так что Фнатик сложная ситуация. Им нужно вытаскивать здесь все подряд против девайсов. И это будет нелегко. Особенно если вспомнить вот этот вот миражевский, миражевскую атаку от Фнатик. Пока это выглядит... Все еще вот это аркада. Я не вижу здесь стратегии. Вот ты говорил новый рисунок игры, я вот со вчерашнего дня смотрю и сегодня мы смотрим на Фнатик. Я не вижу рисунков. Я вижу аркаду дефолты и все остальное. Пока что, да? Я надеюсь, что мы увидим что-то другое. Да, все очень так разварено. Разварено сейчас стика будет. Живи забирает стика, Крис Джей на размене. Сейчас пытается... Нет, не пытается. Не пойдут Фнатик на Бэп Лэнд. Хотя можно было сыграть под Живи. А Живи мог сыграть на самом деле немножко даже поумнее. Согласись. Да, да. Не убивать типа. Срезать максимально угол. Это, кстати, был бы как раз классический Джеспер. Он любит играть. Он любит играть. А еще и зарезать мог бы. Но я думаю, что он хотел законтролить девайс просто. Очень сильно хотел законтролить девайс. Тот момент, когда очень сильно хочется законтролить девайс. Тот самый момент, когда ухо не может прочитать экономику. Очень сильно хочется законтролить девайс. Так, ну хорошее настроение. Наконец-то улыбается стика. Он совсем был таким грустным. Так а что грустить теперь? Надо наоборот на хайпе. Но на трейне. На трейне вообще на нем лица не было. Оскар. Что с Оскаром? Он заболел, может быть. Видите, трогает лоббик. У него, возможно, уже 37,7. Да. Буду надеяться, что он в порядке. Пауза от Фнатик. Что-то обсуждают. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну и Робс вроде уже поймал свою игру. На трейне он тоже был максимально плох. Извини, от двух убивать в боковину с нитчей. Я думаю, не особо нужно что-то вообще. Смотри, какой грустный флюшка. Смотри. Путю-путю, мой хороший. Сбодрись. Сюти-путючку, на тебе цукерочку. Кого? Цукерочку. Цукерочку? Сухарочек? Цукерочку нет, это конфета. А, ну цукер просто... Цукерка. Как там было... Как вас записать? Сахаров. Хорошо, так и запишем. Цукерберг. Саня тем временем вместе с Оскаром смотрит мидл. Подъезд туда еще двух игроков. Посмотрите, Мауза решает агрессировать теперь по мидлу. Нет, оставили только Саня там под прикрытием Оскаровской снайперской ментовки. И что мы будем делать у Фнатик? У Фнатик заход дефолтный на Аплэнд с пистолетиками и Робсом Нинджа. Делает первый килл. Второй килл под флешку. Третий килл поехал дальше. Ну просто прям на такси зеленоглазом выезжает Робс. И я не знаю, что здесь будут придумывать Фнатик. Я думаю, что им надо взять паузу просто. Так они только что брали паузу. А, да, только что брали паузу. Ладно, давайте не убирать паузу. Хорошо. У них дело в том, что в прошлом раунде был форсбай. Сейчас опять такой полуфорс. Но, я так понимаю, калаши будут в следующем раунде. Но нет игры. Нет игры. И тут уже, ты знаешь, в таком раскладе все пахнет... Кобблстоуном. А, по-моему, третьим у нас карта. Да, Коббл. Я хочу увидеть Коббл. Коббл классная карта для таких сражений. Она хороша и для тех людей, которые любят стратегические игры, и для тех, кто любит аркады простейшие. Вот для Фнатик это вообще одна из любимейших карт. Мы помним в старом составе, в самом старом, да? Когда Джеспер берет софт-офф, дропается в дроп-руму. Два килла налево, направо. И ты смотришь, как ему удается с этого несчастного обрезать что-то там делать. Он, кстати, доигрался до того, что его команда скатилась на дно. Вот именно прежде всего, я считаю, виноват... Я бы тоже так хотел бы доиграться, знаешь, честно тебе скажу. Крис Джей отлетает на конструкции в шарте. Джи Ви отличный выстрел. Оскар делает размен. Команда Фнатик, по-моему, пытается очень быстро пропушить мидлстиков. В коннекторе сейчас должен найти фраг по Голдену, но тот его пережимает. Уже отчисленное большинство для команды Фнатик. Также можно зайти в коннектор. Но здесь Оскар с АВП и под флешку его очень грамотно отсюда отгоняют. Ой, Лекро, как же так? Какая потеря? Очень-очень важная точка для Фнатик, для контроля. Они могли бы здесь разваливать просто в Хламину. Причем, что самое интересное, бомба лежит в стороне Б-Планта. И можно было бы как раз-таки сделать фейк за контроль в коннектор. Мулза просто не смогли бы выбраться оттуда. Флюша, хороший фраг против Санья. Дальше Молотов еще и на Китчен. Там находится противник. Почему-то Оскар не может попасть. По-своему оппоненту со снайперской винтовки. Уже пару раз он выстрелил, но не получилось. Но ничего страшного. Флюшка пришел. Флюшка наградил Оскара еще парой-тройкой свинца в лицо. И Робс остался один. Погибает дальше. Флюша в соляную тащит очередной раунд для Фнатик. Что самое интересное, да, он тащил очень жестко на стрейне. И сейчас, возможно, это главная надежда Фнатик на то, чтобы законтролить этот мираж. И теперь уже вопрос по деньгам от Маус Спортс. Я понимаю, что взяли много раундов, не потеряли. Лишь каждый раунд задаю вопрос по деньгам, а все нормально. Но это хорошие новости для Маус Зофф. И опять же им, в принципе, надо брать этот раунд, чтобы получил ресет экономики шведский коллектив. И дальше просто доминировать и властвовать в дефенсе. Счет пока абсолютно комфортный. Счет рабочий. Маус Спортс играет два игрока на Апленте. Один в Шарте и два на Б, кстати. Немножко подстроились. У меня такое ощущение, команда Маус Спортс под своих оппонентов. Поменяли они немного дефенс. Но этот Фнатик мы еще не видели с Макеа. Классическая тактика. Классический раскид Аплента. Три смака. Один тикетбокс, один джангл и один стейрс. Сейчас Фнатик будут делать буст, чтобы этот лить шорт. Но там уже никого нет. Игрок, который был на Шарте, это был Оскар с АВП. Максимально мобилен в этом раунде. Откинул гранаты и отошел на тикетбокс. И таким образом команда Маус Спортс немножко перегруппировается. Но при этом джангл не фокусит ребята немецкого коллектива. И здесь уже Флюша, как мы видим, находится в окне. Очень хороший контроль карты опять же от Натик. Очередной раунд через миддл, очередной раунд через виндл. Маус Спортс должны такие вещи уже читать и адаптироваться. Ропс. Ставит сыграть достаточно агрессивно местным тиммейтом. У Ямки. Элегра достаточно хорошо сейчас сыграл. Именно по движению закрывался. Оскар тем временем выезжает против Голдена Стика. Под коврами. Его в конце концов вычисляет и убивает. И вот теперь вопрос к Сане и Крису Джею. Смогут ли они здесь совладать с данной ситуацией? Самое главное Крису Джею нельзя умирать. Надо подождать своего собственного тиммейта. Сане уже в спине. Он не читается пока что. Хотя после того, как Фнатик поставит бомб, скорее всего они уже будут чекать на угол. Сане. Играется дальше. Крис Джея решил поменять свою дислокацию. И передвинуться в сторону джангла. Находим с вами свой фраг на Крису Джея. Который уже прочитал. Вот маневр как раз таки открывался против этого джангла. Носкопотал пулю. Сане. Как много надежд было в этом раунде. Именно на него и его передвижение с Пелоса на его сра уже сняли. Крис Жей. Еще одна Хаешка. Межглавок. Он прекрасно знает, что Лекарь красный. Он межглавок. Но две Хаешки не приносят никакого результата. Он чекает межглавие. Но на самом деле Лекарь уже успел уйти на яму. И Кримс хорошо все здесь сделал. Забайтили на Лекарь. Кримс отстрелил своего оппонента в спину. Ну, показывает на момент от молодого игрока из Швеции. Даблкил. И, по-моему, еще там третий тоже запилил он против Пелоса. Очень-очень важный фраг против Сани. Против молодого финна, который здесь не показал ничего. 9-3. Фнатик начинает набирать раунды. Моузов тает. Экономика. Тает, тает, тает. Как Снежинка тает. Не осмелился? Не осмелился сказать на губах. Я, честно, забыл просто. В тот момент, когда ты забываешь, иди уешь. Это кто? Валера? Спевая. Валерия. Валера, я понял. Я не знаю, кстати, честно говоря. Да вроде. Такое себе. Такое себе творчество. Это лучше, чем между нами тает лед, сука. Слушай, ну нет. Я не знаю даже. Нет, между нами тает лед. Это вообще одно из лучших, что случилось со сцены за последнее время. Ты что, рофлишь вообще? Это нельзя не сравнивать вообще всякие, как минимум, с Валерой. О чем ты вообще? Так, два игрока у нас под Пелосом у Моу Спортс. Тут Фнатики что-то мудрят перед точкой А. Роб все-таки давает флешку. Делает под нее выпад. Там максимально слепой был Лекарон. Его вырубает. Но в это время Джей Ви забирает Стико. И Джей Ви отличная граната. Флюша за ветер изобретает Сани. Два ВП в ритейке. Смогут ли что-то сделать? Крис-Джей находит минус по Флюше. Максимально немобильный здесь снайпер. Нет щипчиков, нет гранат. 3-2 ситуация. Джей Ви падает. Но Джей Ви предварительно забрал Крис-Джей. А Оскар один в два. Что-то здесь придумалось срочно. Статный! Не статный сегодня. Как-то совсем. 4-9 это мини-комбэк от Фнатик на первой половине. Что самое интересное, они могут в принципе взять себе и 6. По той причине, что сейчас они будут играть антиэкономически. Там всего лишь один девайсный. И 6 уже будет в запасе у Фнатик. Но как минимум 5 они точно получат. Если сейчас справятся с Моуспорт без девайса. Джаспер классический. Вообще красивые фраги показывают. Вот эти выходы с Пелоса. Хаешки дальше. И потом он убивает еще и Криса Джая. Выходящего из Джангла. 9-4. Я могу сказать, кстати, что Джаспер один из сильнейших игроков на Пелосе. Очень круто он халдит. В этой точке прекрасно понимает, что ему нужно там делать. Лекра открывается на коннектор. Говорит, привет, друзья. Я уже налил вам чаю. Стика не чекают его вообще. Но он из этой позиции не может пистолетом совладать. Крис Джей остался один. После этого быстрого захода на Аплэнд от команды Фнатик. Поставят они здесь бомбу. А Крис Деонг идет показывать свой Юсп. Красивый синий Юсп Оу Деонга. Роял Блю. У меня есть такой... А, не, не такой. Мне на самом деле больше всего нравится этот, который не ржавчина. Не ржавчина, как он там? Юсп? Да, Юсп. Такой типа стил вариант. Стил? Не ржавейка, ВО. По-моему, так называется. Не знаю. Такой прямо металлический класс. У меня есть Юсп, мне подарил один. ОП! На котлеты. На котлеты подрезали пацана. Да, ну тут было некрасиво, согласен. По сравнению с тем, когда в конфигу закидывают... На эко загнали, да. То, что было с иммортлс, это было красиво. Вот это да. И на курятники просто. И при том, когда конфига зарезали. Лупят на курятники. Что там было? Лупимся под флешкой на курятники? Лупимся под флешку в курятники. Да, точно. Нормально. 9-5, друзья. И вот теперь уже Молл Спортс будет девайс на последний раунд. Это первой половины. Вопрос только в том, что они будут нам предлагать. Сейчас на какие-то ранние поджимы или еще что-то в том роде. При этом все, Фнатик, посмотрите, как они устремились. Они просто залезли на коне и бегут вперед. Джеспер сгорает. Господи, боже мой, их не надо. Не надо. Хватит. Джеспер, почему ты сгорел? Что с тобой? Он просто пришел, получил молли и не ушел с него. Может быть, он йог. Может быть, он не видел, потому что он горит. Но я думаю, что он слышал, как минимум. Крис Джей задетектил, по-моему, бомбу. Или нет? Ну, как минимум, одного он точно увидел. Вот те люди, которые сейчас напишут здесь в Cyber School. Они будут сразу же забанены. Да, просто автоматом, друзья. Шутка про Зевса, она настолько уже... Это знаете, как шутка про Солика? Она строчертела просто. Просто как шутка про Солика. Нет, про Солика ладно еще. Да какой ладно? Она редко заезжает. О чем ты? Она постоянно, и они вспоминают эти демоны про нее. Так, Крис Стика зажимает максимально на 30. На бенче 5-2. Ситуация. Нужно забирать этот раунд в команде Моуспорт Стика. И Крис Джей справляется со своими оппонентами и показывает 4 Керамбита. Ты знаешь, что, чтобы что-то захайпить, надо это запретить? Поэтому сейчас просто идеальный байт на Зевса был от нас с тобой. Ну да, и сразу... Зевс баньте. Сразу Зевс... Ах, тебе бан. Ага, я банул систему. Смотрите, какой я крутой. Ну, что сказать. 10-5. Наверное, Фнатик даже еще немножко повезло. В том плане, что они летели 9-2. И как-то так просвета особо не было. Я бы сказал, Муза, немножечко так. Ну, уже так бывает. Знаешь, когда ты просто доминируешь, доминируешь, отбиваешь. Просто уничтожаешь, умножаешь на ноль. А потом что-то ты где-то пропускаешь. Где-то ты сыграешь более открыто. Где-то ты сыграешь максимум агрессивно, где, может быть, не стоит этого делать. И вот так вот какие-то раунды отдаются. Но Манда Моу Спорт смотрится уже намного лучше, чем на трейне. Друзья, у меня к вам очень большой вопрос. Почему вы нам не пишете? Мы слезно просим. Мы уже в истерике были после предыдущей карты от того, что вы нам мало писали. На твиттер, на хэштеге. Я понимаю, что не все в этом мире пользуются твиттерами, но пора бы уже. 2017 век на дворе. Хватит, друзья. 2017 век? Да, 2017 век. Пароман Пикчерс просто представляет. Что с тобой? У Леши какая-то судорога. Лицо сломалось. Я просто хотел там что-нибудь... Что-то хотел, знаешь, исполнить. Что-то вот покривляться как-то, да. И как-то вот... В общем, потерял нить, потерял мысль. Ты сегодня Моу Спортс? В смысле? Ну, Моу Зо тоже потеряли нить и потеряли вообще. На трейне? Не, сейчас на Мираже они все-таки вернулись. Ну, я не знаю, я не ощущаю все еще. Они какие-то, знаешь... Вот статный просто вот вообще не статный сегодня. Понимаешь, он бывает вот такой прямо мужественный, невероятный. Вот есть карта, да, и вот есть статный. И вот он занимает 90% ее. Он везде. Он постоянно где-то делает фраги. Постоянно куда-то переносится. Какие-то сумасшедшие вообще вещи. Что-то там фликшоты, бла-бла-бла, класс дистанции. Все красиво. А тут статный нет. Он, ну да, там работа на опорной позиции. Что-то пришел, выстрел. Ребят, статный, если что, это Оскар. Да, я думаю, что все знают. Ты говорил, я только под конец твоего разговора понял, кто такой статный. У тебя просто все еще судорога. Думаю, статный какой-то. Что я знаю? Статный советник. Что я знаю статный? Я про фильм Михалкова сейчас рассказываю. Что? К чему? Что он несет? Уберите его от меня. Ребята, у кого сколько друзей в одноклассниках? Он сейчас бы одноклассниками пользуется. Ухо рубашка не догрузилась. Да, не до конца прорисовалась. Ну что, пистолетный раунд от команды Моуспорт. Смок флешка и хаешка от Крис Джея. У тебя просто модернный интернет. Кримс играет с щипчиками и с хаешкой. Ну и смотрим, что у нас предложат Моузята. Кримс чекает яму. Кстати, непонятно, он увидел своего оппонента или нет. Ухо красной штаны. Нет, брат. Красные штаны сейчас сохнут. У него красные накосины, я вам скажу. Вы просто их не видите. В лучших традициях столицы. Красные шнурки, а не накосины. Так, флешка. Приемка от него. Здесь на Дельпани. Почему его никто не смотрит? Вообще никто забивает на него. Кримс тем временем еще из главки делает свой килл по Уропсу. Моноспорт в меньшинстве совсем. Они просто раздроблены. Они уничтожены. Нету никакого оппонента. Нету никаких маусят. Их просто не существует в этом раунде. 6-10. Фнатик берут. Очень, очень важный раунд. Потому что это невозможный камбэк. Который они могли бы не допустить. Зачем Луза могли бы не допустить. Мне не понравился пистолетный раунд. Знаешь почему? Вот вы выходите на... Нет. Вы выходите на... Окей, у вас типа смог в коннектор. Но вы должны понимать, что на тикете всегда есть чел. Да. Всегда. И туда должна либо лететь какая-то граната, чтобы вот так вот человек просто не делал минуса. Либо им спеллоса. Либо вы должны выходить под таким углом, когда с тикета не видно. Знаешь, ты выходишь с ямы, идешь там вот под сэндвичем, двигаешься в сторону джангла. Ну, здесь вот, честно говоря, мне показалось, что Мауза не доработали. Я вспоминаю, мне кажется, мы с тобой комментировали. Возможно, что и нет. НИП, Гитрайт, смачок на Дельпен. И Гитрайт просто проходит до этого смака очень красиво на динамике. И выезжает в боковину игроку на тикете. И все, никаких вопросов. Сумасшедший контроль совершенно там не пы выдавали. Как раз был лан на Мальме. Тем временем, Флюшка вместе с голдом дает 2 килла. И тут вопрос в другом. Да, Мауза просто поставили бомбу. Это все, что они хотели в этом раунде продемонстрировать. Да, они закупали девайсы. Ну, в смысле, пистолеты не дефолтные. Да, у них даже были арморы. Но мы видим, что они совершенно бесполезны. Но бомбу поставили. Хорошо, позитив имеется. Фнатик берут седьмой раунд. Все еще даже не временная ничья. Так что у Маузов еще есть какой-то там задел по раунду. Какой задел? У них сейчас бая не будет все равно. Они же форсили. Там. Там закупа не будет. Ну или будет. Посмотри. 3.950. А скоро может купить себе что-нибудь вкусное. Можно купить Галилы. Да, можно купить Галилы, например. И вообще, кстати, я до сих пор не могу понять, почему так Галилы недооценены современными профессиональными командами. То есть, да, кто-то там покупает, типа, там, 4 калаша, 1 Галил, там, может быть, иногда 2 Галилы, но это очень редко происходит. Но почему вообще не используют? Галил, он, по факту, это как М4, только в атаке. Он же такой же. У него даже звук стрельбы такой же. Это намек, да, типа, от разработчиков? Серьезно? У него даже... Проблемы у команды Фнатик. Флюша пытается исправить эти проблемы. И тоже отлетает. 2 в 4 ситуация. Посмотри, GV красный. Как же Фнатики решили постреляться в медлей? Были наказаны за это пижонство. А вот теперь Мауза хозяева положения. И какое решение они примут? Перетягиваются они в сторону точки А. Там GV на хорошей позиции тикетбокс. Но позиция стрелковая. А проблема в том, что он красный. Но у него есть молик, который он сможет очень выгодно внедрить на плент. Жей. Ждут, когда они все-таки выйдут. Но здесь в такой момент еще, что Лекра, в принципе, может спасти своего товарища. Еще есть много раскидок. Можно отзонить. Молотов, опять же, имеется и у Джеспира, и у Лекра. Мауза понимает то, что сейчас они обязаны брать раунд. Поэтому играют очень медленно, очень аккуратно. Высчитывая пиксель за пикселем. Посмотрите, как Саня мансует налево-направо. Мини-стрейфики, все дела. Просто прям на тоненького, на тоненького играют парни. И до свидания, Джеспир. Лекра остался один. И вот теперь ему надо решать такую ситуацию, в которой, по-моему, вообще невозможно. Джеспир сыграл плохо. Вот реально. У него есть молотов. У него есть хаешка. Он берет красный и открывается просто на бомбера. Ну, естественно, в такой ситуации-то Мауза прикроют бомбера. Три в один. Три в один. И Лекра, конечно, тот еще клачер, но у него нет щипчиков. И он сейчас их подбирает. Откидывает молотов на яму. Так, чекает Ниндзю. Здесь никого. Фейкует. Ну и ждет контакта. Здесь есть контакт от Фина. Санни отличным хэдшотом вырубает Лекра. И команда Фнатик привозит к себе огромные проблемы. О-о-о-о. Ты видел это? Робзиньо. Невероятный хэдшот. Второй хэдшот. Вот так вот команда Моу Спортс берет эко. Руками одного молодого эстонца, который находится на вашем экране. Девайся. Кстати, про Галил, да? Урон у Галила, вот человек даже подтверждает мои слова, урон у Галила такой, как у Эмки. Более того, на пять патронов больше. У них даже звук стрельбы похожий. Он не ваншотит, как калаш. Но он по урону, по своей... А что там по лингам вообще разница между калашом и Галилом? Я просто не фанат Галилов. Галил стоит 2к. 2к. А калаш стоит 2 700. То есть у тебя при 3 тысячах ты получаешь Галилу тяжелый армор. 3 500, 3 700 у тебя есть Галилу тяжелый армор и раскид. Я полагаю, что просто немного более приятно закупать ЮМП, потому что все мало того, что в определенную мету на нем научились играть жестко, так он еще и дает тебе бонус по деньгам. И еще и ты можешь дополнительное количество раскидок купить. Давайте посмотрим на Голдена. Хорошая стрельба от него по Оскару. Тот просел до 6 хп. Крис Жей выезжает дальше. Голден в сумасшедшей совершенно ситуации, где у него практически не было никаких шансов. Но он здесь тоже отдает концы. Джеспер почил бузине. Кримс вместе с плюшей. Что они будут здесь делать? Я не знаю, честно говоря, задайте вопрос им. Потому что вариантов тут, честно говоря. Раз, два. И обчелся. Кримс остался здесь на китчине гулять. Но его надо... Его просто выгонят. Его просто выгонят, как нашкодившего кота. Я, знаешь, вот когда вот это говорю про Галилы, про вот эти все экономические раунды, я вспоминаю, одно время команда G2 делала вообще... Ну, никто такого не делал. А, и Na'Vi. Но очень-очень редко проигрывается пистолетный раунд в атаке. Бомба не ставится. То есть в следующем они получают по полторы тысячи. Делают эко. Спокойно вообще. Эко, ничего не покупая. И в третьем они покупают Галилы. И берут раунды. Понятно, что по факту им нужно выиграть два раунда, чтобы... То есть, потому что если они выигрывают один, все равно вроде как бай есть у оппонента, да? Потому что сохраняются фармганы, потому что, в принципе, они могут подфармить на глоках. Но, тем не менее, Галилы, опять же, это хороший рабочий бай. Почему профессионалы сейчас не... Грех в 2017 веке не написать вам в Твиттер еще раз. Привет вам из Казахстана, города Петропавловск. Привет, Олега. Что касается Галилов, я уверен, что многие команды рассуждали, смотрели, как это работает, наверняка пытались делать раунды. И существует, наверное, какая-то серьезная причина, по которой они не могут отвечать. Нет, потому что команды не способны ни о чем думать. У них нет на это времени желания. Они все просто... А я тебе хочу объяснить, почему они даже не рассматривают. Нет, нет, нет. Ты поменял место игры просто. Потому что, обрати внимание, что никто не использует ЭКО с глоками чистыми, не покупает потом Галилы. Никто не играет ЭКО с ЮСП, потом не покупает ФАМАСы. Это потому что они ленивые. Они не хотят работать над игрой, они не хотят ее изучать, они не хотят быть нестандартными. Они делают то, что уже не работает. Если бы все команды не хотели быть нестандартными и вообще ничего не делали для развития, то у нас мета бы не менялась. А мета менялась. И, извини меня, то, что творилось в 2015 году, вообще не похоже на то, что сейчас происходит. С точки зрения макроигры в Кейсе. Но игра, я тебе скажу, апдейтится. С 2015 года произошло очень... Два, на мой взгляд, важнейших апдейта было. Это первый апдейт, когда поменяли полностью, перерисовали хитбоксы и анимацию модельки. А второй апдейт, когда сделали стрельбу, похожую уже больше на стрельбу, которая была в 1.6. Тоже был, когда поменяли спрей. Когда было похоже на Сурсу, а потом стало похоже на 1.6. После вот этих двух изменилась и игра, и как бы все остальное. Вот весь момент еще и в том, что просто сами команды совершенно по-другому начинают подходить к игре. Именно к макроигре. Да, и стратегии другие появились. И команды, которые начали играть именно стратегии. И мета появилась в том, что команды, способные в стратегию, намного сильнее стали, чем команды типа Fnatic. И это означает то, что движение есть именно от команд. Конкретно они пытаются эволюционировать. Не только там чуваки, которые стреляют просто, и улучшают свои именно дема. Так что я бы не сказал, что они настолько ленивые. Я согласен, тут проблема в другом. На мой взгляд, главная проблема CSGO сцены сейчас, это то, что переживала Dota в свое время, это оверсатурация чемпионатов. И дело не в том, что там их много или мало. Мы вот комментируем три лана подряд на предыдущих выходных. Три лана параллельно у нас было на CS. Ну ладно. Кому-то это может быть много, кому-то это может быть мало. Дело не в том, смотрим мы это или нет. Дело в другом. У команд нет времени нормально трениться. То есть вот тот же самый Крис Де Йонг сказал, да, у нас два новых человека, мы тупо с ними не тренились, потому что у нас не было времени на тренировки. И тут окей, там месяц на тренировке. Ты адаптируешь своих игроков в команду. Но мало времени на придумывание чего-то нового. То есть ты играешь постоянно одну и ту же мету, одни и те же стратегии, которые ты в основе своей забираешь у других, потому что на то, чтобы выдумать что-то свое, у тебя тупо нет времени. Тем более это натренировать еще. То есть ксу, мне кажется, нужно меньше чем поов, чтобы мы увидели другой Counter-Strike, чтобы мы увидели быстрее эволюцию. Меньше чем что? Меньше чем то, что сейчас происходит. Как же Соня жестко только что вырубил чела на шарте, вообще просто всмог, в голову нашил. И Робс также находит фраг. Команда Моус Спортс просто разматывает сейчас Фнатиков. В принципе, они вертят их, как хотят. Заходят уже на точку А. Бомба в яме. Есть уже позиция на сэндвиче. Сани падает в ледер-руме. Кримс в коннекторе. Дживи на тикет-боксе фокусит стейрс. Неплохая позиция, но мы видим, что Моус Спортс никого нету. И Моус Спортс обязаны просто здесь чекать тикет-бокс и, конечно же, изолировать коннектор. Бомба устанавливается. Дживи даже не шелохнулся. Все это дело он ждал. И теперь будет ретейк. Щипчиков нет. Есть только одна флешка. Огромная проблема у команды Фнатик. Ну и дальше. Дальше что? Лекро заходит на фаербокс. Там есть чел на сэндвиче. Полетела флешка в яму. Лекро двигается дальше. Оскар делает минус под Дживи. Лекро забирает Робса. Оскар делает уже два минуса. Лекро вырубает Оскара. Но стика выходит вовремя из ямы. И берет 14-й раунд для своей команды. Сейчас денег нету. Фнатик, вероятно, мы увидим форсбай. Ну и, возможно, даже 15-й раунд для команды Моус Спортс, если особо здесь команда мышек не допустит критических ошибок. Да, скорее всего, мы увидим третью карту Cobblestone, потому что здесь у Моузов очень легкий сейчас путь. 14-7, слишком разрывной счет. И у нас опять вторая половина как-то не зажигает совершенно. И вообще, в принципе, с триками идет игра. Если посмотрим на начало первой половины, то там 9-0 или что-то около того было. И потом Фнатик взяли стриком обратно себе раунды. Потом на вторую половину пришли. И Моус Спортс просто сделали свой стрик, в свою очередь. Какой-либо борьбы, к сожалению, мы не наблюдаем. Она вроде как проклевывалась на протяжении окончания первой половины. Но здесь и сейчас ее просто не существует. Лекро чекает здесь при помощи прыжков апартаменты. Возможные подходы к бэпленту. Сани тем временем откидывает туда молотов. И три игрока Моус Спортс направляется по направлению к миду, чтобы зайти сплитом на одну из точек. Шведы, в свою очередь, играют супер пассивно с пистолетами. Опять же, почему-то нет никакой засады на миде. Мы помним то, что они достаточно хорошо здесь стрелялись. Но Крыжей заходит под флешки, по все остальное заезжает на шарту. Здесь Голден с эзешкой в упор. Даблкил от него. Как же Голден сейчас спасает свою команду, вытаскивая, вполне возможно, весь этот раунд. Однако дальше он погибает от Оскара. Почему-то никто не пришел ему помочь. Хотя бы хоть как-то на размен сыграть. Оскар тем временем с 8 хп пытается уйти из шарта, на котором мы так слишком много Моус Спортс потеряли. Теперь они пытаются найти выход на аплайн через коннектор. Флюша! Отличный выход в спину. Два кила с эзешки. Четыре кила с эзешки на сегодняшний раунд от Голдена и Флюши. Флюши еще подобрал себе калаш и сделал еще один фраг. И это форсбай от ФНА. Это не форсбай даже, это такое легкое эко. То есть в следующем у них был бы полноценный закуп. То есть здесь еще и Фнатик готовы отпустить были ничью. И при этом они ее даже не отпустили и взяли раунд. Взяли эко, неплохо поработали в медле. Ну и команда Моус Спортс закупается сейчас на последние деньги. Два века в атаке. Боже, ну это, конечно, вообще... Это просто какая-то тенденция. Что-то имеешь в виду по атаку? А, ну тут просто кинжи нету, поэтому непонятно, что они будут делать с этим. Да, было ВП. Ну, с другой стороны, Оскар взял себе, Крис Джей сказал, я тоже хочу. Не, ну Оскар как бы окей. А вот Крис Джей явно не атакующий снайпер. О-о-о-о! Как бы я хотел... Как просто пацан с АВП выходит на Б-плэнд? Просто с авиком делает ЭН-3-2. Это вообще законно? Как бы я хотел посмотреть вот первый фраг от Оскара? Потому что он находился под стенкой. А мы его увидим на хайлайсе, я уверен. Это очень было жестко. Томаш, просто божина. Вот, вот, когда вы спрашиваете, кто лучший АВП в мире, не забывайте никогда про Оскара. Никогда не забывайте. Это, вот, с точки зрения технической стрельбы, да, чисто реализации АВП, это, ну, он не уступает Кеннису. Ну, просто добавь к этому еще и классные передвижения и понимание игры. Технически, да. Кто-то недавно говорил о том, что, мол, Оскар очень много трейдит, типа, своих игроков. Что очень много продает, типа, понял? Так, а извини меня, у него целый набор здесь людей. Кто играет? Он привык, у него, извини меня, в команде раньше вообще Деннис был. Играет на стату, типа, понял? Играет на стату с Нексом. Их можно вообще было трейдить сколько угодно. Это было два человека, которые по факту двигающиеся модельки. Шлеп. Живи был с АВП, ты понимаешь? Шлеп. Вообще легчайший, легчайший просто. Как на ММчике вышел. Посмотри. Такое, ну, типа, че? Не, ну, нормально еще. Не, ну, тут такой счет, то, что показывают такие фраги, не показывают разницы практически никакой. Тем временем у нас третья карта на БО-3 противостояние СЛ-1 Нью-Йорк. СК Ликвид продолжается там 7-8. Ликвид выигрывают. Ну, с минимальным отрывом. Уже идет третья карта? Да, уже идет третья карта. А что за карта? Кобл? По-моему, да. По-моему, там Сибабл. Да, Сибабл. У них там Инферно, Оверпасс, Сибабл. Я бы, кстати, покомментировал Оверпасс, Сибабл. Особенно Оверпасс. Очень сильно соскучились. Ну, давайте мы подождем, когда у нас здесь будет Коблстоун. Потому что... Ну, а что нет? В коннекторе. Делает минус по Оскару. Голден находит фраг по Крис Джею. Флюша минус по Робсу. Джей Ви с окна забирает Стико. Сани последний. Ты знаешь, вот ресет экономики на ресет экономики. И сейчас вполне возможно, что у Му Спортс денег нет. Особенно учитывая то, что они с двумя авиками играли в прошлом раунде. Хотя там, по-моему, они потеряли только одного. То есть деньги могут быть. Сани здесь наносит максимально экономического дэмэджа своим оппонентам. Делает два минуса. Но Лекар, Флюша и Голден должны забирать этот раунд. В любом случае, Сани. Сейчас Солнечное выдаст им пару ударов. Кстати, возможно, что Сани должна помогать Солнечные Вспышки. Нет, не помогают. Простите. Это еще один раунд для Фнатик. И 15-9. Я даже не знаю, какие шансы вообще у шведов. Если взять по раундам... Вот сейчас посмотрите, насколько у них разломана экономика. Хотя это особо не важно. Но ЮМПшка, наверное, какая-то у Кринза будет. Хотя ему дроп на темпу, да. Все-таки у него будет нормальный бай. Молл Спорт, в свою очередь, имеет все шансы закупаться дальше. АВП от Оскара. Что там у Криса Джоя будет? Калашик. И Робс играет с Дезертыглом. Но Робс даже с Дезертыглом может выдать. Да, он уже показал нам на ЭКО два отличных фрага. И, кстати, да, действительно, Муза взяли ЭКО. Слишком легкий фраг для Джи Ви. Даже против Оскара. Оскар выходил на поздних таймингах. Кримс поджимает мидл. Его там, по-моему, фокусит Сани. Откидывается флешка. Кримс не слепой. Кримс делает один минус. Выходит на второго. А там Стика уже подбирает снайперскую винтовку Оскара. И делает фраг в ответ. В это время Крис Джей выходит с ковров. Его врубает Джи Ви. Ну, два в четыре ситуации. Здесь для Музиад сложно. Сложно будет взять этот раунд. И немножко у нас затягивается игра. Затягивается, прежде всего, Мираж. Я думаю, что десятый раунд заберут уже Фнатик. Это точно. Лекросовый поделает минус по Стико. Сетап в два авика рабочий для Фнатик абсолютно. Мы видим, что уже три раунда подряд они берут. Именно в этой расстановке. Ну, и Робс последний против четверых. Робс, конечно, хороший стрелок. Но, опять же, я думаю, что Фнатик здесь не дадут ему шансов. И раунд все-таки десятый они должны забирать. Несмотря на то, что я постоянно кричу, что будут допы в любой ситуации, в этой что-то мне не хочется кричать. Потому что ощущения нет, что Фнатик вернутся все-таки. Потому что Мауза вполне себе... Воу, 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 воу. Откуда его? Да его там с двух сторон стреляли. Не знаю, какая... Такой идешь, знаешь, под степом. Такой тихо-тихо двигаешься, потом раз... Минус каска. Минус каска, минус всего 10 хп осталось. Спасибо. ГГ. Фнатиком за это Джеспир. Показывает нам хороший опенкил. У Оскара, конечно, недоволен. 29 киллов у Криса Джея. Только вдумайся вообще. У него вот такие вот могучие стрелки. Это, кстати, ровно такая же ситуация у того же Голдена была вчера, да? У тебя вся команда стрелков. Ты капитан. Ты доминируешь. Сегодня Крис Джей капитан команды. 29 киллов. Кстати, я тут узнал, что поменялось в ликвидах. Что они тут начали выигрывать. Ну, не то, что... Нитрокапитан? Да, Нитрокапитан. Я даже не ожидал, что... Довольно давно слышал об этом. Он уже капитанил, причем, я помню. Да, я слышал об этом. Но когда он капитанил в предыдущий раз, это было настолько ужасно. Насколько это вообще возможно. Там команда просто свелась. Я так понимаю, что там Станислав очень много привнес в команду. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой урубилов от Кремза достал викинг свой здоровый топор и хрясь! Хрясь! Прямо вкусно. Прямо хорошо. Иду по улице, и в голову прилетает шарта. Прикинь, ты такой идешь, когда консервная банка летит. С шарта главная. С шарта с какого-то. Под флешку в курятник. То есть шарта, это типа висит белье, сохнет где-то. И там из шорт вылетает банка, консервная. Серьезно? Тогда Мираж, это бабушкина хата с коврами висящая. Это просто аллегория. Так, Галилу Сани. ЦЗшка от Крис Джея, от Риколаша. И, по-моему, решили тут уже закончить эту игру. Моу Спортс. Раскидка плента. Стандартные смоки. Молотов от Лекро в ответ. Выхода нет. Кримс находит фраг по Робсу. Не совсем понятно, где это произошло. Интересные смоки, кстати, от Моу Спортс. Смотри, они отрезают не просто джанглы, они отрезают часть плента. И это, на самом деле, мне кажется, не на них работает сейчас. Флюша! Боже мой! Как он кладет этих людей штабелями. Как оловянные солдатики падают, мол, за. Мышки что-то не в курсе вообще, что делать. Совсем не в курсе. И Стика один против всех. С одним ХП. Нормально, нормально. Играбельная ситуация, рабочая. Вполне себе. Но что касается Флюши, очень красивый выход. Решил он тут... Почему-то никто не смотрел главку. Вообще не ожидали контратаки от Фнатик. Хотя вот этот Смок как раз-таки предполагает возможность движения игроков защиты достаточно близко к хорошим ретейковым позициям и хорошим контровым выпадам. Там вообще под флешку можно классно ворваться. Именно подойти под эту стену Смоков. Легчайший фраг для Флюши. Ты знаешь, мне кажется, что уже потихоньку шведы начинают верить в камбэк. А тут заливака от Флюши. Собака от заливака. Вот так вот. Все. Отлично. Отлично. Робин Ромки здесь справляется со своими оппонентами. Возможно, даже паузу кто-то сейчас заколил. Может быть, тренер команды Моу Спортс. Завтра на работу к 8 утра. Завтра воскресенье же, да? Да. Но нельзя просто так взять и выключить трансляцию Элик. Тем более, когда комментирует Рухаб. Спасибо вам большое за то, что вы пишете. Спасибо за то, что вы смотрите. Надеюсь, что завтра ваш рабочий день пройдет легко. И завтра мы с вами увидимся и услышимся на трансляции финала ESL One New York, который мы с Димой будем комментировать. Это будет Best of 5. И будем надеяться, что там будет жаркое противостояние. У меня вообще в какой-то момент создалось впечатление, что большинство наших зрителей по профессии, знаешь кто? Сторожи. Очень много фоток, как люди сидят на смене, да? Но так как делать нечего, просто вырубают у себя КС. Не видел такие твиты? Не видел я такого. Я видел там с СТО, видел там с реанимации, еще откуда-то. Ну, то есть, ну, сторожа, сторожи. Охоронти? Охоронти. Охоронти обычно, кстати, играют в танки. Да, да, там поколение такое. Так, Леокра, выход. Много дэмэдж на стик, 11 хп у него осталось. В конце концов он погиб от хаешечки, точно кинутой голденом. Золотой мальчишка убивает еще и голландца, и чеха. И туда же прилетает еще и Робсик. Саня, что ты будешь здесь делать? Ты один, ты окружен. С одной стороны шведский ствол, с другой стороны шведский ствол. И выбор только в том, от кого ты умрешь. Конечно, открим за. 15-13. И вполне возможно, что тут уже такой полноценный камбэк попахивает. Шведы не хотят отдавать этот мираж. Особенно если взять то, что всего лишь одна карта отделяет их от следующего. БО-3 противостояния. Потому как они первую взяли, а именно Датрейн. Так что они, наверное, полны духом и жаждой к тому, чтобы закончить это прямо сейчас. У меня в сторожке нет интернета. Грустно тебе. В смысле, а как ты сидишь в интернете, если у тебя нет интернета? Шведский ствол. Этот человек, он постоянно такую дичь пишет. Я его постоянно баню, он продолжает писать дичь. Ну, не баню, да ему 600 секунд для профилактики. Он уже, по-моему, привык. Тут у команды Моу Спортс проблемы намечаются. Потому что раунда взять последние они никак не могут. И команда Фнатик чувствует, что может сейчас дожать мираж и закрыть вообще со счетом 2-0. Два раунда в дефенсе. И что самое интересное, если возьмут этот раунд, то в следующем денег не будет. Ну, то есть будет на какой-то легкий форс. Поэтому я даже не знаю. Тут еще очень неоднозначно. Бомба в мидле. Четыре игрока у команды Моу Спортс на этой позиции. Люркает Робс под Аплентом. Занимает коннектор, занимает шорт. Очень глубокий дефенс от команды Фнатик. При этом два игрока на Б. Два стоит на А. И один в джангле в районе окна отвечает за мидл. Чтобы отвечает этот Джи Ви. Он просто его... Он не отвечает больше. После одного келластика сразу же на размен сыграл. И выход от Мау Спортс полноценный. Полномасштабный. Со всех сторон на Аплент полетели бомбежечка. Сани в ответочку против Флюш сыграл. Кримса отлетел. И оба игрока команды Фнатик на Апленте по чили в бузине. Но Лекра как же в открытую здесь ставил Сани бомбу. Как же можно вообще ставить бомбу, находясь на позиции, где тебя могут пристрелить с шарта. При этом все, мне откидывают туда смок. Может быть все-таки стоило немножко по Саевове там за ящиком встать. И там уже сплэнтить ТиК в спину Голдена. Тот вообще не читался. И Лекра остался один. Бомбу-то все-таки поставит Моусята. Но Фнатик есть молодой боец. И у него есть диффуз кит. И он готов щипчиками пережимать там по полной канатике всем. Идет дальше. Получает много дэмэджа. Но голова спасает. Точнее, голову спасает Каска. Лекра все-таки погибает. Это даблкил от Тропса. Даблкил от Стика в этом раунде. Это 16-13. И у нас будет третья карта. А именно Коблстоун. Ты знаешь, вот возможно не хватило вот того раунда экономического, который отдали Моуспортс. Вернее, взяли Моуспортс и отдали Фнатик. Помнишь, с пистолетами был экораунд? С деглами. Может быть, этого и не хватило шведам для того, чтобы закрыть здесь со счетом 2-0. Третья карта Коблстоун. Мираж получился у нас намного интереснее, чем карта Детрейн. А Коблстоун, я думаю, будет еще жарче. Коблстоун это карта, которую команда Фнатик начала играть недавно.